Что касается наших экономических проблем, и много сейчас идет разговоров по налоговому маневру в Российской Федерации, никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Более того, президент России предложил и в новом году, и один на один, и в составах рабочих групп продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение. Никакой катастрофы на сегодняшний день нет, потому что потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму. Ну, при 70 долларах за баррель это будет около 400 миллионов долларов, если будет 70, цена нефти за баррель. Это не катастрофа, но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли 3,6 миллиарда долларов. До окончания этого налогового маневра, я уже говорил, к 2025 году, да, мы потеряем 10,6 миллиарда долларов. Тем более, что это противоречит духу и букве всех наших договоренностей в рамках, в том числе, Евразийского экономического союза. В России кое-кто говорит, ну, у нас нет обязательств по компенсации, исходя из ситуации по налоговому маневру. Мы, нигде это не прописано в союзных договорах, на что я задаю прямой вопрос. Так что мы, подписывая эти договоры о союзном государстве, Евразии, рассчитывали на постоянное ухудшение экономической ситуации, в связи с некими внутренними действиями Российской Федерации? Нет, мы рассчитывали на лучшее. И это везде записано. А что касается налогового маневра, я президенту Путину сказал, что тогда и речи не шло о некоем налоговом маневре. Была общая формулировка недопущения ухудшений наших отношений. Вы помните, что шли переговоры на уровне правительственных экспертов, и так и называли их компенсацией Беларуси в связи с налоговым маневром. И были определены источники, об этом заявлено было публично. Но потом вдруг руководство России остановило переговоры, не отрицая, что такие компенсации будут, но обусловило это углублением интеграционных процессов. На вопрос, а какие это интеграционные процессы, пока ответа у россиян нет. Когда я спрашивал, вы назовите, чего Российская Федерация сегодня в плане интеграции хочет от Беларуси. Первое, второе, третье. Ответа Промова не последовало, и мы по предложению Российской Федерации согласились, что эти вопросы надо определить и попытаться решить в работе совместных групп. Со стороны Российской Федерации группа во главе с Орешкиным, министром экономического развития, определена она. Мы альтернативно приняли решение по своей группе. Мы не отказываемся от этих переговоров. Его злает министр экономики, товарищ Крутой. Я абсолютно поддерживаю предложение, что там должны быть высочайшего уровня должностные лица. Не только специалисты, должностные лица. И мы должны вести переговоры по комплексу вопросов, которые обозначены в союзном договоре. На первое место предложение было президента России. Мы должны поставить те вопросы, которые сегодня должны решаться в первоочередном порядке. Это экономические и финансовые экономические вопросы. Хотя по всем этим вопросам поднимите решение Высшего государственного совета. Совсем недавно, годичной, двугодичной давности. Мы по всем по ним приняли решение. Просто правительство России об этом забыло, информируя президента России. Но еще хочу подчеркнуть. Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией. Я это и президенту сказал, и повторяю это публично. И довожу до Вашего сведения, как поручение президента Беларуси. Вы его должны исполнить безукоризненно и с точностью.